Власти Зауралья установили тарифы на электричество для населения до конца 2020 года. Одноставочный тариф для городского населения составит 3 рубля 43 копейки за киловатт-час. Тариф для зауральцев, проживающих в городских и сельских поселках, а также садовых товариществах составит 2 рубля 40 копеек за киловатт-час. В Курганской области увеличили сумму субсидий на строительство индивидуального жилья с 300 до 500 тысяч рублей. На сегодняшний день по заявкам гражданам уже предоставлен 51 земельный участок. Для удобства желающих получить землю создан портал «Свободные земли». На портале размещен единый реестр о наличии свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Курганской области. Жители Курганской области приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Курганской области, диктант пройдет с 15 по 16 ноября в онлайн-формате. Это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде. Принять участие в экодиктанте сможет любой желающий в возрасте от 12 лет и старше на сайте ecodictan.rus. В учреждениях среднего профессионального образования Курганской области в рамках национального проекта образования создаются современные мастерские и продолжается обновление материально-технической базы. Только в прошлом году в пяти колледжах и техникумах появилось 25 новых оборудованных мастерских по разным направлениям. В этом году откроются еще пять в IT-колледже. Оснащение колледжей учебно-производственным оборудованием позволит создать необходимые условия для качественной подготовки специалистов с практическими навыками, востребованными на рынке труда. К концу следующего года в регионе будут созданы 34 мастерские, оснащенные современным оборудованием по направлениям строительства, транспорт, IT-сфера, сфера обслуживания и социальная сфера. В региональном департаменте образования и науки начала работу «Горячая телефонная линия» по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей в условиях пандемии. «Горячие линии» работают во всех районах Курганской области. Телефоны, по которым родители, педагоги и обучающиеся смогут задать свои вопросы, связанные с дистанционным обучением, размещены на официальных сайтах школ и муниципальных органов управления образованием. В Курганской области в этом году в средних и крупных сельхозорганизациях надой молока на корову составил в среднем 4057 кг, что на 82 кг больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За 9 месяцев текущего года в рамках экспортных поставок за пределы Курганской области отгружено более 500 тонн молочных продуктов. Национальный проект меняет облик автомобильной дороги общего пользования регионального значения Курган-Куртомыш-Целинная, делая ее безопаснее и комфортнее. В прошлом году отремонтировали более 38 км трассы в Китовском и Куртомышском районах. В этом году к ним добавилось еще более 25 км. Завершить все работы планируется до конца ноября текущего года. В следующем году дорожникам предстоит обновить еще порядка 60 км асфальта до села Целинное. Шадринский машиностроительный завод – одно из немногих предприятий в стране, которое может производить насосные установки для цементирования агрегатов нефтяной промышленности, устанавливаемых на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал». В этом году завод самостоятельно изготовил плунжерный насос и сейчас проводит техническое испытание на стенде. В настоящее время производство таких агрегатов мало где встречается, но они по-прежнему остаются востребованными в нефтяной промышленности. Утром 3 ноября в Кургане по улице Омская, 138, произошел пожар на территории Пилорамы. Горел мусор и старая мебель на площади 50 квадратных метров. В результате оперативных и профессиональных действий огнеборцев распространения огня на большую площадь и на соседние строения удалось избежать. Всего было задействовано 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет. Больница скорой медицинской помощи города Шадринска получила долгожданный мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью более 26 миллионов рублей. Он существенно повысит качество оказания медпомощи жителям города Шадринска и Шадринского района. По данным правительства, скоро прибудет бригада специалистов-монтажников для установки аппарата. Томограф планирует запустить к концу ноября после получения разрешения Роспотребнадзора. В Курган будет поставлено 20 автобусов марки «Илиас», ранее курсировавших по улицам Москвы. Все автобусы переданы региону безвозмездно. Они уже приняты из государственной собственности Курганской области в муниципальную собственность города. Сейчас идет их доставка. Согласно контракту, заключенному с компанией-перевозчиком, все автобусы будут поставлены в Курган до 13 ноября. Курган – не единственный город, который безвозмездно по соглашению получил транспорт российской столицы. Московские автобусы сегодня курсируют и в других городах страны. В благодарность врачам Курганской области на улицах Кургана появились баннеры с фотографиями работников нескольких учреждений здравоохранения и надписью «Спасибо, доктор». В разных районах города появились портреты медицинских работников, которые каждый день на передовой борьбы с коронавирусом. Все свои силы они направляют на помощь пациентам. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры – это обычные люди, которым в пандемию пришлось стать героями, несмотря на то, что дома их ждут семьи. В Шадринске участок на пересечении улиц Советская и Гагарина является одним из проблемных в городе. На состояние дороги жители жалуются уже не первый год. Так, на дороге нет асфальта и тротуаров, а в дождливую погоду постоянно появляется огромная лужа, преодолеть которую проблематично даже на автомобиле. По информации администрации, к сожалению, ремонт этого участка дороги в настоящее время невозможен. Эти работы будут включены в план по содержанию дорог на следующий год.